Всем привет дорогие друзья! И сегодня у нас на обзоре будет новая игра, где мы с вами должны понять, насколько мы с вами умны. Потому что когда я читал описание этой игры, там было написано, что если ты считаешь себя умным человеком, то скачай эту игру и поймёшь, насколько ты умный. Типа знаете, игра бросает нам вызов, что типа мы немножечко глупы и не сможем пройти уровни в этой игре. Но я сейчас постараюсь сколько-нибудь пройти уровней, хотя бы 5, для меня это будет рекорд, я не знаю. Так, вот эта кнопочка, это у нас уровни, здесь 90 уровней, это довольно-таки очень много. И пока я вам это всё показываю, вы можете поставить лайк, подписаться на канал и написать крутые комментарии, чтобы я поставил вам лайки. Это различные фаны, но пока что у меня листочек в тетради, остальные заблокированы. Ну что, первый уровень, также у меня имеется 3 подсказки, и это самый первый уровень, ни пятый, ни десятый. Мы начинаем с самого начала и посмотрим, что да как. Поэтому, когда вы скачаете эту игру, вам будет легче проходить эту игру, так как, посмотрев мой этот ролик, этой игры, обзор, да, вы уже будете знать ответы и пройдёте довольно-таки большое количество уровней. Например, 5, что сейчас будет в ролике. Ну что, погнали. Найди самый большой фрукт. Так, ну в данном случае, смотрите, лук, потом помидоры, это вообще овощи, арбуз, банан, получается лимон самый большой, да. А чё, нет. Супер, продолжаем, конечно, продолжаем. Сможешь ли ты включить кондиционер? Давайте нажмём на кондиционер. Ага, настолько это всё так просто? Нет, микроволновка, нет. А, вот, она двигается. Давайте её уберём. Убираем микроволновку, убираем это, убираем это и убираем это. И здесь у нас пульт, да, получается, чтобы включить. Да, всё верно, я включил кондиционер. Двигаемся дальше. Найди самую большую закрашенную зону. Так, ну красная. А, там вообще написано синий, вон, посмотрите. Ну тогда синий. Ё-моё, это же белый. Вон, просто каждый квадрат был закрашен совсем другим цветом и другие были надписи. Ну, здесь было легко. Сделай все бутылки одинаковыми. Так, а... А, вот, а... Она убирается, это всё, поэтому просто уберём и сделаем бутылки одинаковыми, да, чтобы не быть глупым, да, потому что больше никак. Вот этот кусочек убирается, да. Уровень пройден. Ты теперь лучше 90% игроков, так как смог пройти этот уровень. Нифига себе, я не настолько, оказывается, глуп. Заставь чёрную дыру поглотить всё. Я, ребята, совсем недавно играл в игру чёрную дыру, поэтому здесь всё логично. Просто-напросто закидываем всё в чёрную дыру и всё. Почему мы не прошли уровень? А, даже надо надпись закинуть в чёрную дыру, чтобы вообще не было ничего. Будь осторожен, не стоит приближаться к ним. Кому? А, здесь я тоже самое, мне кажется, просто найти большую рыбу, потому что, как видите, я нажимаю на эти рыбы, а никакой правильной ответа нету. Поэтому просто это всё пожираем и делаем одну большую рыбу. Всё, в принципе, понятно, да, без каких-либо проблем. Двигаемся дальше. Какое шампанское отличается? Так, нажимаем это, это. Ну, они, ребята, все одинаковые, поэтому... Какое это? Я не знаю, как его подвигать можно? Давайте используем подсказку. Так, первое. Что люди делают перед открытием шампанского? Трясут, наверное, да, чтобы оно, по-моему, взорвалось? Давайте потрясём телефон, давайте. Да, да, то что. Надо было просто-напросто потрясить телефон, и мы можем уже найти отличие между шампанскими. Это вот. Двигаемся дальше. Так, нажимаем ОК, и потом, если что, поставим отзыв этой игре. Отличный, посчитай её волосы. Так, ну я не смогу её посчитать. Блин, я не знаю, как я могу посчитать волосы? Вот, я не знаю, потому что здесь непонятно, как волосы распределены. Используем подсказку. Парик не её. Парик не её. Ага. Она с париком, короче. И убираем парик, и ставим просто ноль. И всё. Здесь тоже довольно-таки всё понятно. Помоги проверить билеты на концерт. Так, ну что, берём офицера и проверяем... Ага, сейчас, и вот это проверяем. Так, 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 так. Во, я проверил билет. Я не знаю, как я это сделал, просто быстро-быстро нажимал, и всё. Так, сколько конфет на 100 лет? Ну, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Ставим двенадцать. Так, ставим двенадцать, 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 двенадцать. Ну, почему не ставится, ребята? А, вот, ставится. Нажимаем на окей. Неправильно. Используем подсказку. Почему бы и нет? На столе. А где 100? Кто-нибудь видит, ребята, ещё 100? На столе. Всё, у меня больше подсказок нету. И сколько конфет на столе? А, ну, ноль, потому что стола-то нет уже. Ребята, блин, капец, я смог это сделать. Ох, нифига себе. Вы только не с математикой, пожалуйста. У меня так всю жизнь, все в этот колледж, школу математика, у меня всегда были проблемы. Пожалуйста, только не сейчас, не только не математика. Я не хочу. Давайте сейчас я попрощаюсь. Я не знаю, реально сколько. А, вот. Один же будет. Ё-моё, вы что, не знали, что ли? Найди самый маленький фрукт. О, понятно. Так, просто нажимаем. О, понятно. Самый... Ох, ты, нифига себе. Нифига себе. Нету, ребята, здесь маленького фрукта, как видите. Найди маленький фрукт. Я не знаю. Ну, нет его здесь. Здесь нету фрукта. Нифига себе. Где-то он спрятался, значит, да? Так. Маленький фрукт. Ну-ка, а если подвинуть? А если пошевелить телефон? Покрутить, повертеть, покричать, может быть. Или вверх слайдом как-нибудь надо... Здесь есть подвохи, ребята. Какие-то подвохи есть какие-то. Какие-то подвохи, значит, есть. Я не знаю, ребята. Самый маленький фрукт. Нету его здесь, походу. Ну, нормально. 13 уровень. Считайте, мы с вами столько прошли. Походу, здесь остановимся, да? Ну, вы уже сможете 13 уровней пройти без подсказок. И потом уже использовать здесь подсказку. Вот. Вопрос не кажется знакомым. Уровень пройден. Я даже не знаю, куда я нашел. Ну, разбуди летучую мышь. Просто берем и скидываем ее, и будем. А нет, солнышко есть же у нас. И солнцем прогреем сейчас. Нифига себе. А если пошевелить экраном, телефоном, а так, может быть, она проснется? Разбуди летучую мышь. Ну, давайте просто полетаем. Или нет? Нет, она не хочет, ребята. Не так и не сяк. Поэтому давайте ее сейчас как-нибудь расшевелим. Так, нажимаем, нажимаем. Может, сейчас что-нибудь нажмем? Так, так, так. Разбуди летучую мышь, а? Летучая мышь. Как же разбудить летучую мышь? Окей, Google. Как разбудить летучую мышь? Может быть, солнце не в том направлении вот так встанет, и оно будет светить потом, и оно встанет? Не-не, чушь какая-то. Ну, короче, ребята, пусть это будет вот это вот разбуди летучую мышь чисто для вас, которые сейчас вы смотрите. Мои дорогие зрители, прямо сейчас напишите в комментариях, как ее разбудить. Просто, чтобы все тоже знали. Я не хочу уже напрягать свою мозг. И так уже 15-урень прошел, блин, для меня это вообще рекордер. И поэтому, мне кажется, я не такой глупый, как думает игра. Поэтому давайте комментарии, ссылка в описании. Это все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи и пока!